Финальный кастинг проходит на сцене ДК «Алюминщиков». Катерина Козырева – участница из соседнего города. Чтобы проявить свой талант на престижном фестивале, она не поленилась привести с мысков всю атрибутику, из которой состоит её фирменное шоу «Мыльных пузырей». Это занятие девушка освоила меньше, чем за год. Говорит, всё началось спонтанно. Пока находилась в декрете, поняла, что в небольшом городке очень мало развлечений для детей. Поначалу устраивала красочные представления для единственного зрителя – собственного ребёнка. А спустя время начала выступать для публики. Это моё любимое дело. Мне нравится этим заниматься. Я получаю от этого удовольствие, получаю от этого заряд постоянной энергии. И ловлю позитив, и всегда нахожусь в хорошем настроении благодаря вот этой своей работе. Глядя на соперников, участники заметно волнуются. В основном свои данные показывают вокалисты. Но все типажи разные. Одни представляют эстрадный жанр, другие – бардовскую песню. Единственный битбоксер – вне конкуренции. Кроме того, на сцене можно наблюдать танцоров и мастеров, демонстрирующих поделки. Новокузнецк в этом году столица празднования. Будет всё очень масштабно. И мы, конечно же, не могли остаться в стороне. Проводит его телеканал «Мой город» и радио «Шансон». Вот такой вот дуэт. Участников много. Сегодня пришли не все. Некоторые оставляли видео заявки и прошли кастинг уже по видео по своему. Они придут сразу на гала-концерт. Сегодня отбираем тех, кто достоин представлять свой талант на День шахтёра в «Артсквере» 30 августа. Кастинг показал – в Новокузнецке, равно как и в других городах, много талантливых людей. Но не все из них публичные. Задача жюри – определить самых талантливых. Участников отбирают не только сотрудники телеканала «Мой город» и радио «Шансон». В составе жюри – профессиональный вокалист, участник популярного в Новокузнецке музыкального проекта «Стереолайн». У Романа Иванченко свои критерии отбора. Ну всё на самом деле зависит от стремлений, от рвения куда-то пробиться, чего-то достичь. Это важнее, я считаю, чем профессиональные навыки. Двадцатка лучших участников пробьётся в финал, они и выступят на заключительном галоконцерте. Фестиваль под названием «Таланты на гора» пройдёт в Новокузнецком арт-сквере 30 августа в самый разгар празднования Дня Шахтёра. Оксана Зинкова, Елизавета Черняк, Александр Архипенко – новости моего города. «Таланты на гора» Дня Шахтёра